всем привет уж не звука есть звук он тоже слышал ну 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 народ собираемся это первый уникальный в истории клуба эсфиш стрим впервые не из секторов команд а из судейского лагеря как бы интересно привет богдан привет яков что слишком хорошо слышно хорошо да потому что как бы все знают что делать команды но мало кто знает как живут судьи и что они чувствуют и что они думают поэтому я сейчас буду переключаться на судей и поспрашиваем народ чё и как первый товарищ у нас в кадре саша за единир он же мент давайте мы передадим ему микрофон давай давай люди я это не пью честно сашка но расскажи как ты докатился такой жизни до судейской ну рассказываю начинал когда-то судьей потом перерос пошел спортсмены потом уже стал старым больным и вернулся обратно в суде те кто не могут работать как спортсмены идут судьи это однозначно или те кто еще не дорос но я вам скажу тем кто нас смотрит что саша у нас не простой судья он у нас судья отвечающий за общепит общепит судейский за наше здоровье не наши желудки он готовит так что ну рестораны просто отдыхают там честно говорю поэтому можете ему помахать там ручками поставить ему лайки послать воздушные поцелуи как говорил кеша проблемы индейцев шерифа не волнуют так ты у нас индейцы лишь а понятно я же ученик кеши понятно так переходим к следующему лотов расскажите о себе молодой человек как-то непривычно подвиньте к нему бы ближе бутылку даже не знаю первый раз интрида непривычно ну расскажи какой раз и слова подобрать какой раз ты судишь расскажи как ты попал первый раз был на кубке полтора месяца назад и сказал если буду свободен если все нормально я не против помочь на галилейский потому что очень понравилось очень классно хорошие люди хорошая компания то есть хорошо то есть те кто боится идти в суде они как бы не право что я знаю есть люди которые дое да и не умею да не знаю совершенно не так совершенно что не умеешь научат что николь заставить не умеешь летать заставить есть какой-то первоначальный психологический момент что страшно опять таки вот как мы вчера разговаривали даже страшно не то что ты можешь ошибиться ты не знаешь людей а когда ты уже с людьми знакомишься тебя видят знаю ну не то что знаю примелькался уже люди уже все становится намного проще то что это однозначно однозначно опыт то что это интересно ты получил от главного трени разборной израиля частный урок это это вообще я при любом удобном случае рассказываю как олег нам сделал на двух судей молодых новых сделал семинар на два с половиной часа до практически живой общаться задавать вопросы и получать ответы это непередаваемо это опыт жизни огромный ну замечательно но опять таки я не знаю может люди которые увлекаются картишингом и рыбалкой понравится ли им такое я не знаю люди которые увлекаются однозначно это интересно спасибо спасибо большое доник бутылку передаем дальше а лаверны а лаверны вечер добрый может таки налить и пару слов сказать если хочешь но это тоже моя правда сказать третья твоя судейство плавно сказавшая этот прихожу я компания хорошие люди так знакомимся есть у кого учиться я так думаю я люблю рыбу ловить карпом заниматься это не знаю есть куда селиться у меня хочу много научиться я уже с моей говорил кому идти у кого учиться сашей попросил надо надо на рыбалку съехать научи меня так и так и так и так я знаю думаю осталось тут очень компания и надолго я здесь но мы тоже рады что мы тебя встретили дамик честно спасибо большое это дальше миша бери бутылку добрый вечер всем я здесь человек новый у меня сюда привел александр саша еще ближе поставь себе бутылку не стесняйся там есть еще еще есть еще есть бутылки пустые коллектив здесь замечательный мне сразу понравился совсем не подружился буду продолжать то что начал мне очень нравится изначально я здесь не понимал как ловить рыбу посмотрел все это очень интересно рекомендую ну да в принципе у нас как бы давно известно что судейская школа для многих стала реально школой карфишинга и очень много ребят которые пришли изначально именно как судьи сейчас выступают как спортсмены тот же до андрей жора буду много-много-много ребят которые начинали именно как судьи и сейчас они замечательно выступают так что это будет нас рекламный ролик записывайтесь в судьи майна одеваться некуда да я понимаю это я вам хочу сразу сказать чтобы вы понимали о чем идет речь это у нас сейчас вы видите на чуть мужу чуть-чуть этот мнение не посмотри наверх чуть не ну она по диагонам стоит под углом горизонтально да чуть-чуть это так что мая сейчас у нас работает в качестве главного судьи в принципе это было и на кубке а была вон там она была не только главный судей она была и администратором турнира сейчас все таки администратор как бы я но основную работу выполняет именно она потому что в полностью она рулит всем и судейским лагерем и с протоколами до чем угодно вплоть до там самых до меню и до тебе вот и представьте себе как тяжело вот хрупкой женщине управлять этой толпой до иногда как бы не всем адекватный вот так что мать скажи просто пару слов от себя ну что я могу сказать я выстраиваюсь судейскую бригаду очень тщательно очень нежно кропотливо я могу сказать что наши судьи самые лучшие судьи везде всегда как-то так но как ты пришла вообще в жизни как ты согласилась скажи авитон нож горло приставка моя ты жалеешь об этом ну пока нет иногда да спасибо за откровенность иногда хочется послать вас всех леса но нам главное простоять ночью и завтра да кстати да можно рассказать про то что какой сегодня был день день был тяжелый но в общем-то у нас судьи все справились слава богу они товарищи ответственные вот посмотрим что будет завтра не знаю никто этого не знает но я надеюсь что все будет нормально ну учитывая что здесь собрались взрослые крепкие молодые люди есть шанс что они выживут и выстоят но надеюсь да что мы выживут самое главное что отличные соревнования есть полно рыбы наконец-то все устали все ловят все в общем падают с ног и это я думаю отличное завершение всех сегеров короны и прочего этого вот так ну можно давайте перейдем спасибо мое большое переходим нашему международному судье до суде международного начинающему международному судье миша ближе ставь себе да кстати есть этот можно себя повесить кого этот бутылку сюда вот у меня тут кармана нету ой да миша расскажи что я тоже начинающий в этом году первый раз приехал на соревнования судить да а так я уже не помню с какого года 5 готовым и в чехию ездили но после этого можно начать делать дату а значит оба а точно третий четвертый год я еще помню на бирке были соревнования люди столько не живут миша да посмотрите запомнили покосило всех все остались безработные то вместо того что все дома решил поехать в очередной раз увидеть старых друзей некоторых очень стали познакомиться с ну да некоторых очень-очень старых которые уже лет двадцать знакомы тебе в кайф конечно в кайф иначе бене ездил просто здесь тяжелая работами где ну она тяжелая потому что пройти надо немножко хорошо но как бы ты получаешь удовольствие того что ты ходишь по командам по знакомым было время когда миша ходил по командам и крючки подбирал давно правда это было крючки ну я подбирал крючки только на это самое на дугу а как пример как пример да когда еще интернета не было и вязали все как вы кто как умеет кто как умеет потому что на старые крючки я не ловлю молодец все правильно я я их не точу я сразу в мусорник отправляю кстати да вот я хочу заметить насчет тут может быть возникает вопрос почему миша на судья международного класса это был один из этапов его жизни когда миша умудрился отсудить соревнования в румынии на радуте да на озере радута достаточно известном на соревнования монстр карм вот так что вот опыт международного судейства у него тоже есть один год миша поехал туда помощником один год миша поехал туда судью но это не считая тех раз когда миша ездил помощником на чемпионаты мира кто как бы тоже очень-очень это было потом ну по крайней мере это помощники это очень важная штука на чемпионатах спасибо тебе миша пожалуйста да ну там да нет у нас отвечает добрый вечер всем если кто внимательно смотрит стримы андрея мы с вами вчера встречались в прямом эфире днем сектора номер 16 я вам там тоже несколько слов отметил могу немножко рассказать как бы как я пришел карпишин с чего все это началось и чем это все заканчивается значит мое первое крещение боевое крещение в карпишинке началось судейство поэтому люди которые боятся начать с у тебя начать с чего-то судить или как в этом ничего страшного нету нужно крепкие ноги можно сказать и хорошие нервы о и как бы сказать добродушие к людям дальше после некоторого затишья я начал принимать участие тоже соревнованиях участвовал нескольких соревнованиях по нескольким понятным причинам что участие допустим больших соревнованиях на сегодняшний день у меня не получается поэтому я для себя поставил цель и цель это очень досталось поддерживать эти мои соревнования уже 5 по 5 по как разу непрерывно непрерывной по непрерывности и я тебя тоже могу чуть-чуть привлечением считать судьей международного класса потому что на нашем галилейском карте принимает участие команды из-за рубежа и в общем-то в прошлом году у нас были команды и из россии из белоруссии и с украины причем участвовали два чемпиона мира и в общем то можно сказать что тоже есть какой-то международный опыт за прошлом россии да ну там да но чемпионы мира чемпиона на глобусе что еще хотелось бы сказать в этом году мне было очень приятно познакомиться с молодыми нашими судьями мне было приятно обучать этих судей потому что в общем то есть опыт какой-то могу чем-то пойти чему-то поделиться и что-то научить что-то рассказать что-то показать это поправить ребят очень хорошие понимают что от них требуют и в общем-то относятся к этому с пониманием и я призываю всех кто хочет поближе понять что такое карпфишинг может быть впоследствии принимать участие и в соревнованиях и в судействе пожалуйста приходите ничего в этом страшного нету научим накормим накладил и по поводу быта да по поводу быта ну вы сами видите как судьи проживают не почти спартанские условия у команд конечно немножко хуже но мы стараемся это в общем то мы сделали своими руками для того чтобы судим после тяжелого трудового дня было где отдохнуть есть всегда горячий горячие до кофе кофе всегда у нас тут очень доброжелательно пожалуйста в этом году такой повар что да еще раз по повару у нас сегодня конец в этом году это просто пока в этом году ну вот как бы так так что пожалуйста как бы дверь открытия еще один момент хочу озвучить что вчера на был разговор с андреем и с моим я не очень конкретно сильно обрабатывали пусть у меня созревает мысль что все-таки я вступлю в клуб и сразу это будет за очень долго сопротивлялся не из того что я как бы просто ответственный очень человек действительно тяжело совмещать очень много своих личных проблем и но мне как бы заверили что как бы мы найдем тебя применение ли да есть у меня какие-то мысли что чтобы какие-то мысли свои выразить в полноправном масштабе я должен действительно быть члену клуба чтобы мои как бы идеи то что у меня есть какие-то мысли принимать площадь его в полном до помню так что если кто хочет пожалуйста тоже мы будем сюда рады а лаверды а вной стой начальнику транспортного цеха чтобы он был в кадре меня сергей зовут меня в прошлом году пригласили судьи мне понравилось продолжаю коллектив хороший на всех посмотреть меня показать всех слушаю учусь я как бы в карфишинге новичок во всем учусь и до кормят хорошо нет все подлизываются завтра с утра все голодные и буду продолжать так же что дальше будет там будет видно спасибо большое у нас еще есть запасной судья мы должны вам взят на показать вот из-за угла появилась морда судья одного из самых главных вот это покажись людям охранник лагеря который остается здесь охраняет все имущество сегодня когда сегодня когда вот были журналисты здесь емочная группа они пытались зайти в лагерь да он их тут же сказал вы кто такие я вас не знаю от вас пахнет чужими снова я в эфире завтра обещают тут в общем-то ой кешенька появился дорогой я не знаю кеша ты а это он как бы у меня появился васики в этом ватсапе не знаю если он там в стриме кеша если ты смотришь стрим то можешь помахать ручкой тут тебе мент пару теплых слов сказал вот так по поводу завтра насколько мы понимаем завтра здесь будет ураганные ветра с дождем снегом градом команды укрепились команды укрепились насколько это возможно но как все прекрасно понимают что как не укрепляйся иногда природа все но берет свое вот но будем следить за тем что происходит судьи готовы судьи готовы даже жить в машинах на пляжах для того чтобы взвешивать вовремя команды до с целью безопасности чтобы как можно быстрее ну как бы моя об этом сказала но я как бы добавлю что было много разных идей как справиться с этой проблемой вот одна из самых простых это действительно постоянное присутствие судьи зоне сменная для того чтобы судья мог моментально среагировать на пойманную рыбу не давать это рыбе находиться долго в мешке который естественно и такой волне вот мы даже здесь находясь в лагере судейском мы слышим шум волны то есть нас да но мы слышим отсюда и как у некоторых команд клюет то есть даже в эту погоду продолжается клев команда продолжают ловить вы если смотрели результаты которые я выставил буквально час назад плюс-минус то вы наверное были поражены не меньше меня в плане того что 700 сколько у нас там 700 750 килограмм а 800 было 800 чем-то но кто глянет таблицу 871 килограмм народу себе то представляете 407 карпов 10 килограмм но из big fish 10 килограмм это маленькие до нас были побольше ты про мелкую рыбу говоришь да я говорю что вот это вот количество рыбы которые поймана как я уже писал раньше умножайте на 6 как минимум то есть это столько рыбы было незачетной который просто отпустили представляете как как пахали эти команды то есть сколько нужно было потратить усилий для того чтобы взять одного зачетного карпа как бы просто медаль героев кино это они все заслужили я даже не знаю если смысл проводить отдельный стрим по поводу подведения итогов потому что в принципе весь день просто судьи пахали как лошади первое свешивание фактически началось помог пол восьмого утра всем всем утра началось первое взвешение и закончились они два часа даже помпора чем два часа мне так кажется да и после это были еще вызовы на на взвешивание и истерики как сюда у нас от нормально вот и фактически получилось что между утренним и вечерним взвешиванием прошло вообще совсем ничего только суде успели перекусить уже сели в машиной вперед снова на взвешивании ну не знаю скажем к счастью для судей не было такого бурного клёва после обеда как он был со вчерашнего вечера до сегодняшнего обеда поэтому получилось чуть быстрее провести всю процедуру относительно как бы когда где-то к восьми часам плюс-минус вернулись со мной на то есть 8 15 вечера судьи вернулись с последнего пляжа а если учитывая что они ушли в четыре часа дня ну как бы всего лишь четыре часа на взвешивание все нормально всего лишь да не ерунда какая-то то есть каких-то пять часов с утра и каких-то 400 вечером а потом кто-то рассказывает сказкой что судьи ничего не делают своими днями спят на кровати почему он бы спал а послал бы запланированное взвешивание во столько-то проблемы индейцев шерифа но он серёга песков пишет что он желает как можно как можно больше кормить судей а понял чтобы к нашему приезду не было незачетов ждем интригу и перестановки в таблице чтобы все решилось последние часы перед финишем я согласен кстати но смотрите я могу сказать так уже сейчас да что вот мое личное мнение догнать команду карасики достаточно сложно то есть можно реально 60 килограмм за день это реально они уже перестали пока это реально зори опять же они перестали но есть шанс что и другие тоже перестали вместе с ними ты же понимаешь я считаю что это реально опять же если ураган закончится к четвергу то у них еще есть фактически полтора дня чтобы попытаться не дать себя догнать а зная эту команду можно поверить что они постараются сделать все что от них зависит но они сделают все что от них зависит чтобы не дать никому к ним даже приблизиться на лишний килограмм так что завтра будем смотреть как я буду вас ставить в известность о происходящем эфира из команд сожалению завтра я точно не смогу поэтому просто я да я извинюсь перед командами естественно что я сегодня не смог как я планировал попасть хотя бы в на лавном курсе по причине как я уже писал присутствие огромного количества разных журналистов из телевидения и понимаете проблема в том что это тоже нужно для нас любой сюжет на центральных каналах телевидения за которым мы не платим месяц на деньги это реклама нашего движения реклама клуба реклама карпфишинга как вида и вот сегодня разговаривал с двумя из них и оба из них сказали ребята блин а так интересно почему об этом так мало знают об этом мало говорят игру ребята мы ведь это не к нам мы обращаемся мы пытаемся об этом рассказывать в силу наших возможностей но мы не местные мы по наехавшие поэтому как бы нам это очень тяжело делать ну надеюсь что еще пару человек увидят какие-то сюжеты может кто-то заинтересуется может рукается какой-то спонсор внезапно да вот так что это тоже к сожалению нужно и поэтому пришлось взвешивать что более важным данную секунду сделать стримы сектора команды или все-таки попытаться дать как можно больше полезной информации журналистам вот на этом мы будем заканчивать этот стрим не будем мы давать еще дополнительных про новости потому что все новости уже сказано кто захочет просмотрит этот эфир сначала на фейсбуке опять же есть последняя таблица последняя информация я всегда как только появляется новость и тут же об этом пишу погода пока но страшно не видел то страшно погода пока шепчет да есть ветер но это совсем не тот ветер который будет завтра даже был дождь вот тут миша по мне ходит прохладно становится ребята да уже как бы так футболочки не полазишь уже все упаковались вот но у меня вам скажу так у меня конечно есть большое преимущество потому что мой домик стоит в таком месте вот мая не даст собрать что туда в принципе вообще не 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 задувает никак и это даже не совсем хорошо потому что у меня сегодня спать приду миша у меня кровать маленькая понятно у меня как бы даже проблема в том что мне не хватает сквозняка в этой комнате я открываю все окна и двери при этом нет никакого движения воздуха поменяться буду надо меняться поменяться вот так что посмотрим как оно будет завтра ждите наших новостей читайте что я пишу следите за моими сообщениями я их составляю себя и на странице клуба эсфиш ну те кто смотрит за форумом следите там там тоже информация появляется фотографии буду потихоньку загружать их такое количество просто что мне не хватает возможности интернета запихать их везде где только можно поэтому пока основная масса фотографий загружается у меня в альбом на форуме я наверно на фейсбуке выставлю ссылку на этот альбом любой может его смотреть даже тут у не зарегистрирован поэтому зайдете поглядите там очень много фотографий уже есть но еще больше будет так что посмотрите потом на мои сообщения с ссылкой большое спасибо всем кто смотрел большое спасибо всем кто желает нам удачи ребята я все вижу я все читаю просто что я не успеваю всем отвечать на ваши пожелания болейте за нас в хорошем смысле слова правильно скажем спасибо все до свидания всем а а и а и а а и Субтитры создавал DimaTorzok